Валерий Остапчук И если совсем несколько лет назад предприятие заканчивало год с убытками, то 2015-й совсем по-другому, там уже была прибыль. Как удалось достичь таких результатов? Во-первых, это, безусловно, самоотверженный труд работников предприятия. Замечательный коллектив, 650 человек работающих. Во-вторых, безусловно, это помощь администрации округа. Но, можно сказать, что 6 лет назад, когда финансирование, оплачивали субсидии Архангельской области, они получали эту субсидию в течение двух лет. Это 9-10 год. В 11-м году провели судебные тяжбы, наконец-то удалось получать субсидии. Проблемы исчезли после того, как полномочия по субсидированию пассажирских рейсов по местным воздушным линиям взял на себя округ. Финансирование стало достаточным. Ну и я думаю, что жители округа прекрасно видят, что проблемы улететь по округу никаких нет. А удастся ли удержать положительную динамику в этом, в 2016 году? По 2016 году, по крайней мере, мы всегда отталкиваемся от прошлого года, от итогов прошлого года и смотрим аналогичные периоды предыдущих лет. Динамика у нас положительная. По пассажирским перевозкам, я должен сразу заметить, что авиапредприятия, это объединенный авиаотряд, это и аэропорт, и авиакомпания. И три вида основной деятельности. Это перевозка пассажиров по местным воздушным линиям, это работа в интересах нефтегазодобывающих отраслей и аэропортовая деятельность. Пассажиропоток по местным воздушным линиям на сегодня составляет в среднем где-то 23 плюс-минус там 200-300 человек. По году мы перевозим, то есть практически каждого жителя деревни мы один раз обязательно перевозим в течение года. Стабилизировалась и цифра по налёту, это порядка 4,5 тысячи часов. Если кому-то интересно, могу сказать, что доходов от билетов, от того, что реально платит пассажир, мы получаем 100 миллионов. Компенсация убытков от этой деятельности округ в 2014 и в 2015 году выплатил 240 миллионов. Чтобы было понятно, то есть из 23 тысяч каждый пассажир, каждому пассажиру округ доплатил более 10 тысяч рублей в среднем. Вот. На нефтянку. Нефтянка у нас динамично растёт. Это деятельность, мы выходим на конкурсы, сейчас нефтяные компании все проводят конкурсы на предоставление авиауслуг. Очень непросто работать на этом рынке, потому что серьёзная конкуренция. Если ещё 10 лет назад конкурентов, скажем так, не было, там Коми Авиатранс был только то, на сегодняшний день несколько компаний Северо-Запад, НПО, Взлёт, Севзапави, ЮТР пришёл, Коми Авиатранс. У нас серьёзная конкуренция на этом рынке, но справляемся пока с конкурентами и растём в среднем за последние три года не менее 10% по налёту на нефтяников именно. Ну, аэропортовая деятельность, к сожалению, она носит характер, скажем так, отражает экономическую ситуацию в стране. То есть, когда ситуация была получше, конечно, люди летали побольше, рейсов было побольше, но в последние три года наблюдается снижение перевозок. Это сторонние авиакомпании, которые прилетают к нам в аэропорт, это вылеты на Большую Землю, это Нордавия, это Коми Авиатранс. Руслай недавно летал, Трансара, которую почти в Бозе, что называется, ЮТР. Поэтому экономическая ситуация чётко отражается на всех наших показателях. К сожалению, идёт падение на 10% по количеству вылетов сторонних авиакомпаний, прилёта вылетов, по перевозке, обработке пассажиров на прилёт, на вылет. В среднем цифра около 10%. А вот есть ли возможность привлечь новых авиаперевозчиков? К сожалению, расписание летнее верстается, как правило, декабрь-январь. Компания выстраивает свою политику на пассажирском рынке, и планирование происходит, исходя из тех возможностей, которые есть в авиакомпании. Это и парк воздушных судов, это и количество экипажей и так далее. К сожалению, мы имеем то, что имеем. В лето никто, как правило, не выходит на новые рейсы, потому что все воздушные суда стоят в обороте. Ну вот и в летние месяцы очень актуален вопрос дороговизны билетов. Вот до Москвы билет можно купить там и за 15 тысяч. Влияет на это как-то сбор аэропорта? Или это политика авиакомпании? Ну так как мы являемся монополистом, мы работаем по регулируемым тарифам, то есть те тарифы, которые мы регистрируем, они регулируются, и мы не можем выше головы, что называется, прыгнуть. Эти тарифы практически растут незначительно, из года в год они растут в пределах 4-5% не более, то есть они даже не покрывают инфляцию, поэтому отражаться в летние месяцы аэропортовые сборы никоим образом не могут. Политика многих авиакомпаний заключается в следующем, что есть определенный блок мест в самолете, там допустим есть 120 мест, 10 мест это действительно дешевые билеты, которые вполне доступны, и есть еще несколько тарифов, которые каждый следующий идет дороже, дороже и дороже. Мы летали летом, мы не обращали внимания, что есть такие дорогие билеты, потому что заполняемость кресел была до 30%, то есть следует предположить, что 30% вот это тарифы, которые были вполне бюджетные, вполне доступны для людей. Естественно, компания при перевозке 30-40-50% загрузки на воздушном судне несет убытки в зимние месяцы, потом в летние они гасят эти убытки, блоки вот эти дорогие выкупаются полностью, потому что в период летних отпусков массовый спрос и массовый перелет, вот пускай из отпусков людям тоже нужно отдыхать. А вот губернатор округа Игорь Кошин обратился в федеральную антимонопольную службу по поводу обоснованности цен на авиаперевозки. Вот ваше мнение, будет ли реакция от авиакомпаний? Я думаю, что антимонопольная служба, она посмотрит реальную себестоимость авиаперевозок, и там будет все понятно и видно. Дело в том, что цена перевозки складывается не на одном каком-то конкретном рейсе, а вычисляется весь период полетов. Он, как правило, делится на два периода. Это весенне-летний, осенне-зимний период. Берется погоду, средняя цифра, и тогда вычисляется. Посмотрим, что скажет антимонопольная служба. Как правило, компании несут действительно серьезные убытки в зимнее время. Как складывается тарифная политика на межмуниципальных рейсах? Каков реальный тариф, и как он изменяется после субсидирования? Я уже говорил, что перевозка 23 тысяч обходится предприятию. Это по себестоимости порядка 340 миллионов, из которых 100 миллионов платят сами пассажиры, и 240. компенсируются наши убытки вот этой вот субсидией. Я понимаю, что бюджет, бюджет округа непростой в новых экономических условиях. Почему и была предпринята попытка снизить нагрузку на бюджет, и были закуплены самолеты ТВС-2МС. Этот самолет, я считаю, что будет экономически более дешевым, чем самолет ТВС-2, за счет топлива, потому что топливо там в три раза дешевле. А у него лучше летные показатели, полная заправка, он берет полностью в салон 12 пассажиров. Он летит быстрее, соответственно, денег надо будет тратить меньше. Поэтому где-то процентов на 25, я думаю, себестоимость летного часа на этом самолете будет меньше. Тарифы складываются. Конечно, если человек летит на коротком плече, скажем там, на Ринмар-Индига, он практически оплачивает полностью стоимость. На плече, на маршруте, допустим, на Ринмар-Оскара, ну, тут рейс составляет, допустим, там два часа, два с половиной часа, до Ускара летаем шесть часов, самолет там два летит. Поэтому, естественно, там компенсация получается больше. Там каждому пассажиру, по сути, доплачивается больше 30 тысяч. То есть это зависит от... От расстояния, конечно. Ну и вот вы уже напомнили о том, что авиапредприятие пополнилось с двумя новыми машинами. Когда они вступят в эксплуатацию, можно будет их опробовать на деле? Сейчас мы занимаемся документальной подготовкой. К сожалению, РУС-Авиапром, новосибирское предприятие, поставщик, изготовитель этих самолетов, никогда не работал с коммерческой воздушной перевозкой. Там несколько другие требования. Федеральные авиационные правила достаточно жесткие, поэтому мы сейчас приводим в порядок техническую документацию, устраняем те замечания, которые были выявлены в ходе сертификации, то есть подготовки к сертификации к летной годности этих воздушных судов. Поэтому небольшая пауза, это чисто документарная. Мне самому хочется, чтобы они быстрее вышли на линии, потому что я планировал перенести 50% нагрузки, половину нагрузки, которые летают на самолетах, именно на эти два самолета. А на какие они будут, в какие поселения летать? Ну, в первую очередь, при планировании в зимнее время, то, что мы делали, мы выстраивали под эти самолеты, рейсы, это и Харута-Инта, это Харивер-Усинск, это прямой рейс на Ринмар-Усинск по пятницам, который мы делаем. Пока мы его делаем на самолете Андромов, хотелось бы побыстрее их вести в строй и получить экономический эффект от этого. то есть уменьшению субсидий с бюджетного округа. И расскажите, пожалуйста, немножко о новых рейсах, которые введены в летнее время, на летний период. Ну вот я их, собственно говоря, три новых рейса и озвучил. Насколько они популярны, какая загрузка идет? Ну, мы должны понимать, что население поселков, деревень и сел наших, оно не может себе позволить прилетать в Наринмар, потом вылетать до Архангельска по цене 11 тысяч за билет. Им предпочтительнее вот это короткое расстояние до железной дороги. Поэтому и были введены эти рейсы Харута-Инта, в Инте есть железная дорога, и Харивер-Усинск. То есть жители деревень Харута и Харивер могут совершенно спокойно, зная расписание, выехать в отпуск по железной дороге, что значительно удешевляет враты семейного бюджета. Открыли рейс прямой на Усинск. Это связано прежде всего с тем, что есть потребность в этом рейсе. Пока это один рейс в неделю. Но головные офисы многих нефтяных компаний, допустим, Ходжулу-Колукоми находится в Усинске, а вопросы природопользования, вопросы землеотвода и так далее, они решаются здесь у нас в округе, поэтому специалистам необходимо перемещаться. Помимо всего прочего, определенный контингент наших жителей устраивается в нефтяные компании, а вылеты, как правило, на буровые все из Усинска. Поэтому и нашим жителям, у наших жителей появилась возможность добираться до Усинска и совершенно спокойно летать на вахты. К сожалению, стоимость билета не дешевая, 12,5 тысяч нам установили торево, управление по регулированию цены тарифов. Но на сегодня решается вопрос о том, чтобы ввести льготный тариф для жителей округа, именно для жителей округа, и стоимость билета будет в пределах 6 тысяч до Усинска, именно для жителей округа. А какая еще ситуация с полетами на Киров? Они пользуются спросом популярностью? Киров распродан до конца июля, свободных мест нет. Выходили на компанию Коми Авиатранс, к сожалению, у них нет технических возможностей, то есть не хватает воздушных судов, все воздушные суда стоят в обороте. Поэтому, к сожалению, не получается добывать один рейс. Сейчас компания Псков Авиа рассматривает этот вопрос. Мы тоже им предложили посмотреть, оценить технические возможности. Но дело в том, что летом выходить не всегда правильно, потому что не обеспечивается загрузка воздушного судна. Но это субсидируемые рейсы, поэтому интерес у авиакомпании все равно есть к этим рейсам. Коми Авиатранс, к сожалению, я еще раз повторюсь, технически не может предоставить еще один рейс в неделю. То есть мощность аэропорта позволяет принимать больше рейсов? Аэропорт, да. Это нежелание авиакомпании? Это авиакомпании. Все считают деньги. А тем более сейчас ситуация складывается таким образом, что и по всей России, я видел цифры, пассажиропоток упал где-то процентов на 25. Я имею в виду общую погоду по 2015 году, по сравнению с 2014 годом. Поэтому компания, каждая, которая считает деньги, они вычисляют именно прибыльные рейсы, потому что в убыток себе сегодня никто работать не будет. Ну вот в этих условиях как раз таки авиакомпаниям было бы выгодно взять еще один рейс на Наринмар, допустим, он же, как вы сказали, субсидируемый. Безусловно. Любая компания, я говорю, оценивает техническую возможность, как правило, аналитика и оценка экономически выгодных рейсов, она происходит в зимнее время, верстается в расписание под то количество воздушных судов, которые есть у авиакомпании. Если сверстано расписание, то найти воздушные суда свободно невозможно, потому что все воздушные суда стоят в обороте. А что касается закупки, вот помимо двух этих самолетов, что касается перспективы закупки еще новых авиасудов, есть ли такое в планах компании? Ну, я должен сказать, что не имени Чаплыгина, это Новосибирский научно-исследовательский институт, гражданская авиация, разработчик самолетов ТВС, сегодня работает над новым самолетом. Он чисто внешне будет очень сильно похож на самолет Ан-2, но будет полностью сделан из пластика и с американским двигателем. Там очень неплохие характеристики у него получаются, там и скорость увеличивается в полтора раза, то есть скорость средняя у него уже 300 км в час, и грузоподъемность увеличивается. Но пока эта разработка, я думаю, что не раньше 2018 года этот самолет появится. По ТВС, для того, чтобы дальше двигаться, надо понимать, что это за самолет, какой он в эксплуатации, поэтому мы планировали до конца года поэксплуатировать эти самолеты, называется, разобраться в технической составляющей, в экономической, и вообще в планах было переоборудовать свои самолеты Ан-2, еще два самолета переоборудовать в ТВС. То есть такое возможно? Да, такой же по лизинговой схеме. Мы сейчас ждем еще помощи государства, потому что готовятся документы для того, чтобы включить этот самолет ТВС-2МС в постановление правительства Российской Федерации номер 1212 о субсидировании авиакомпаниям части затрат по лизинговым платежам при приобретении воздушных судов. А что касается обновления аэропорта, вот мы видим, что прошел ремонт, обновился фасад, ждать ли еще каких-то изменений, может быть, внутри? Ну, мы ждали... Первое, что мы должны доделать, ждали плюсовых температур, чтобы закончить реконструкцию входных-выходных групп. Там предстоит еще отделка, это займет месяца-полтора. Параллельно мы занимаемся тем, что первый этаж освободили полностью под пассажиров. Это то, что не видит пассажир, то есть та стерильная зона, которая у нас, конечно, тесно, там, душно. Поэтому вот этот накопитель, или стерильная зона, как она правильно называется, он будет увеличен в полтора раза, там еще добавится, порядка 45 квадратных метров. А за счет чего? Ну, есть там у нас помещение, зал повышенной комфортности, мы его сейчас переносим в другое место, для того, чтобы увеличить этот зал, ну, там практически на одну треть, как минимум, увеличится этот зал, и посадочных мест будет достаточно. Боинг перевозит порядка 110-120 пассажиров. У нас, к сожалению, 90 посадочных мест. Понимаю, что люди летят в отпуск, полный самолет, 120 человек, 30 человек все равно будут стоять. Поэтому мы хотим увеличить эту зону и сделать так, чтобы каждый вылетающий мог найти себе место и посидеть, подождать. Это уже в следующем году? Нет, это будет не в следующем году. Я думаю, что завершим мы эти работы в июле. К сожалению, немножко опаздываем к самому сложному пиковому сезону. Ну, в любом случае, людям будет удобнее. Еще, кроме этого, мы делаем второй проход с досмотром. То есть будем закупать интроскоп для того, чтобы ускорить процесс прохождения пассажиров после регистрации в стерильную зону. Временной интервал сократится. И с учетом того, что у нас еще очень много вахт летает, мы можем параллельно даже делать и посадку на пассажирский, есть и на чартерный. Ну и такой вопрос немножко абстрактный. Вот на протяжении практически 70 лет предприятие является городообразующим. Как удается сохранить этот статус? Ну, прежде всего, самоотверженный труд коллектива. Все понимают цели, которые стоят в задаче. Транспортная доступность арктического региона — это очень непростая задача. Погодные условия настолько сложны, что погода может меняться там 3-4 раза в течение дня. Очень непросто летать на такие огромные расстояния. Для самолета Ван-2 — это огромное расстояние. 500 километров туда, 500 — обратно. 6 часов нужно провести в полете, ты встречаешь и солнце, и дождь, и снег в одном полете. Самое важное, что люди понимают те задачи, которые перед ними стоят. Еще раз подчеркнусь, она самоотверженно трудится, поэтому очень хороший коллектив. Есть у нас и совет ветеранов, которые постоянно к нам приходят и передают, что называется, свой опыт. Конечно, мы не стоим на месте, мы смотрим вперед, в будущее. Мы предполагаем, что в течение ближайших 10 лет необходимо хотя бы процентов на 25, на четверть обновить парк воздушных судов, потому что парк у нас весь Советского Союза, что называется. В августе уже подойдет тот вертолет, который мы заложили в прошлом году. Пассажирская машина, 26-местная. Это первая ласточка. Я думаю, что через три года мы будем заказывать еще один вертолет. Сегодня буквально перед эфиром пришло предложение акционерного общества вертолета России по вертолету, маленькому вертолету «Ансад». Он тоже получил уже сертификат на коммерческую воздушную перевозку. Но, к сожалению, дороговато, конечно, 250 миллионов за вертолет рублей. Но я думаю, что у этого вертолета тоже есть своя ниша. Он прекрасно может использоваться с медицинским модулем, то есть при полетах по самозаданиям. Вертолет достаточно уже давно летает. Опробован в Министерстве обороны. Имеет неплохие характеристики. Конечно, они по некоторым параметрам уступают иностранным воздушным судам. Но мы прекрасно понимаем, что наше воздушное судно, оно не требует ангарного хранения, оно не требует каких-то специальных там приспособлений для его обслуживания. И оно максимально адаптировано к нашим арктическим условиям. А что с кадрами молодые люди идут работать на предприятии? Последние три года сложилась хорошая тенденция. Во-первых, училища увеличили выпуск практически втрое. На сегодняшний день есть выбор. Мы стараемся отбирать лучших ребят. Шла замечательная когорта, и видно, что у ребят есть и знания, и умения. Это касается и Омского училища, которое выпускает пилотов на вертолетах, и также самолетных училищ. Да, у нас достаточно возрастной, скажем так, состав, поэтому обновление состава — это и есть то направление в будущее, которое позволит динамично развиваться авиапредприятию. Спасибо большое, Валерий Евгеньевич, и с предстоящим Вас юбилеем. Спасибо. Я напомню, что у нас в гостях был генеральный директор Наринмарского объединенного авиаотряда Валерий Остапчук. Мы говорили о предстоящем 70-летнем юбилее авиапредприятия и об итогах деятельности за 2015 и начало 2016 года. Это актуальное интервью. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова